Добрый день дорогие друзья! В этом видео я постараюсь ответить на один вопрос. Очень часто в книгах по травничеству, по сбору лекарственных растений, можно прочитать, что надземную часть растений, не корни, надземную часть растений мыть перед сушкой нельзя. В этом есть доля истины, потому что влажные листья, влажная трава может подвергаться ферментизации, то есть там будут работать ферменты и продолжаться какие-то процессы, в том числе процессы разрушения каких-то полезных веществ. И это, конечно, будет не очень хорошо. Однако есть разные ситуации, о которых мы сейчас поговорим более. Во-первых, начнем с того, что растения могут занимать в природе разные положения. Вот, к примеру, если мы говорим о клевере, то его стебель стоячий, то есть он обмывается дождем и в принципе он относительно чистый. Конечно, мы в очень пыльных, в очень грязных местах собирать лекарственные растения не будем, но в обычных местах, то есть чаще всего он достаточно чистый, он омыт дождями. Но если это лежачие листья, как вот у пуха, например, которого мы берем тоже очень часто надземную часть, они просто элементарно грязные, пыльные и покрытые паутиной. Поэтому в этом случае, конечно же, мы с обратной стороны там мы можем обнаружить и паутину можем обнаружить там, и даже мелких там галловых клещей каких-то можем обнаружить. То есть все это, конечно, нужно убрать. Муравьи даже там могут селиться, даже целые муравейники пытаться устроить прямо на лопухе. К этому нужно очень внимательно относиться, посторонних существ на лекарственных растениях быть не должно, мы их должны всех убрать. И поэтому такой лист, конечно, лучше промыть, потому что в противном случае, если мы из него будем что-то готовить, будет просто песок на зубах хрустеть. У лопуха есть еще одна особенность, у него очень сочный черешок, поэтому если мы будем его сушить, этот черешок нужно убрать, отрезать и даже, возможно, разделить лист на две половины и разложить его отдельно. То есть вот этот черешок попытаться разрезать на мелкие куски и высушить отдельно. В противном случае он может у нас даже заплеснить, прежде чем высохнуть, и как минимум он потемнеет от ферментизации. Ну и, конечно же, строго не рекомендуется мыть эфиромасличные растения с прямо стоящим стеблем, такие как яснотка, такие как тот же клевер, такие как мята. То есть их лучше, конечно, сушить сухими изначально, то есть не мочить их. И раскладывать их толстым слоем 10-15 сантиметров, а то и 20, так будет лучше сохраняться эфирное масло. Если мы их намочим и разложим таким плотным толстым слоем, то они могут просто опять же, там может завестись плесень, листья могут подвергнуться ферментизации, что не всегда хорошо. Да, мы действительно подвергаем ферментизации там иван-чай, например, или обычный чай, но большинство лекарственных растений нежелательно подвергать ферментизации. Ну и если вы хотите узнать больше о природе и дикорастущих лекарственных растениях, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание!